Привет! А если ты хочешь, чтобы вторая часть бедной семьи вышла как можно быстрее, тогда давайте наберем под этим роликом за один день 30 тысяч лайков. А если этот ролик наберет 50 тысяч лайков, то я сниму «Каждая богатая семья такая». Каждая бедная семья такая. Ого, пап, это ты что, маме, решил романтик устроить? Не хватает только лепестков роз. Ага, блин, романтик. Просто кто-то за электричество не заплатил. Так что придется теперь так до конца месяца жить. Супер! Каждая бедная семья такая. Сынок, у тебя сегодня день рождения, и мы с папой решили прям тебя порадовать и подарить супер подарок. Можешь сегодня помыться не в душе, а набрать ванну. Ого, мам, спасибо, вы меня прям балуете. Погоди, погоди, это еще не все. Можешь помыться не в холодной, а в горячей воде. Хотя нет, горячей это будет слишком жирно. Это мы на юблее ставим в теплой воде. Чего? Серьезно? Блин, мам, это мой самый лучший день рождения. А то, мы с папой знаем, как тебе угодить. Каждая бедная семья такая. Сына, давно хотел спросить. А это что такое? Это? Это кнопка от ютуба за миллион подписчиков. Золотая. Золотая? Да. О! Так, гаденыш, ты что меня обмануть решил? Я через весь город тянул твою пластмасску, еле до ломбарда ее донес, а на меня там смотрят, пальцем показывают и ржут. Папа, так она вообще-то не из золота, она просто так называется. Да нафиг так делать, назвали бы просто не золотая кнопка. Чего людей зря путать? Хе-хе, это, а кнопка-то где? Ай, да я как узнал, что она не золотая, расстроился и выкинул ее. Что? Каждая бедная семья такая. Мам, я дома. Сына, ты что, заболел? Да так, немного кашляю, а так все окей. Все, завтра идем к доктору. Окей. Здравствуйте. Люба, да я какой день тебе уже говорю? Да я заколебался этих лобстеров есть. Ну, давай на ужин сегодня, знаешь это, стейк какой-нибудь из мраморной говядинки и салатик легенький такой, с фуа-гра. Ага, все, давай, у меня пациент. Здравствуйте, что у вас? Ну, горло болит и кашляю часто. Ммм, понятно. Поднимайте майку, сейчас я вас послушаю. Дышите. Не дышите. Дышите. Доктор, ну что там? Обычная простуда. Сейчас я выпишу таблетки от горла и парочку сиропов. Ага. И вот. И буфрин. Держите. Чего? Пять тысяч? Сына, одевайся и пошли отсюда. Не, сынок. Ну, это просто грабеж. Сейчас тебя мама вылечит проверенным методом. Мам, а ты точно уверена, что это поможет? Конечно, сынок. Десять минут подышишь паром от картошки, и никакая зараза тебе не будет страшна. Можешь хоть это, в голом по улице ходить. Ну, ладно. Каждая бедная семья такая. Серьезно? Даже у него они есть? Зашибись. Сыночек, а чего ты такой грустный? Да мам, все мои друзья уже давным-давно в айрподсах ходят. У некоторых уже даже прошки. Это вторая версия. А у меня даже обычных нет. Сынок, не в этом счастье. Вот в наше время мы брали две жестяные банки, соединяли их между собой шлангом, и в одну банку ты кричишь, а другую кто-то к уху прислоняет, и все слышно. Да, да, да. Это, конечно, очень весело, но на дворе как бы 2019-й, а быть лохом в классе я не хочу. Ладно, ладно. Буду тебе твои айрподсы. Что? Серьезно? Мам, спасибо большое, ты самая лучшая. Дай я тебе обниму. Так, айрподсы. Что? Сколько, сколько? 200 долларов за какие-то наушники? Это что, они по 100 штук продаются? Слова? Ага. Айрподсы? Ну, вот тут вот отрезаем, тут отрезаем. Немножко скотчика. И будут ему айрподсы. Ну а что, неплохо получилось. Можно бизнес открывать. О, а как сидят? Папа, только не говори сейчас, что ты разрезал мои наушники. Не-не-не-не, сынок. Это как твои, но не твои. Твои ты там, наверное, где-то. Может, на улице потерял, может, на полке лежат. А это мои. Супер. Теперь у меня даже обычных наушников нету. Каждая бедная семья такая. Мама, я там это, хотел завтра с Аней сходить погулять. Может, денег дать? Я думал себе какую-нибудь кофточку купить, маечку. Ну, чтобы прикольно выглядеть. Ой, сыночек, ну не нужна тебе эта кофта. Девочку что? Что? Девочку нужно впечатлять. Эм. Так что пойдем, я тебе сейчас поглажу папин костюм. Мам, а ты уверена? Он же мне большой. Сыночек, в самый раз. А вообще сейчас так модно. О, да. Я думаю, она точно впечатлится. Только кармашки расшить нужно. Каждая бедная семья такая. Сына, а ты это, уроки все сделал? Да. Молодец. Стой. А что это, какой-то странный запах? Это, наверное, я забыл носки вчерашние в стирку кинуть. Давай сейчас все уберу. Не-не-не, чем-то другим пахнет. Ты что, от нас с мамой что-то скрываешь? О, а это что? Ого, Роллтон, кто же мне его подкинул? Так, тут нет полпачки. Ты что, это сам жрешь и не делишься? Все, я как кормилец семьи забираю эту находку в семейный бюджет. Пап, ну, во-первых, ты не работаешь, так что такой себе из тебя кормилец. А во-вторых, ты его сейчас сам съешь. Неправда, а это, просто проверяю, не испортился ли он. А то, мало ли, все бывает. Каждая бедная семья такая. Папа, нам там это, скале по пять тысяч на стулья принести? Сколько? Это, может ты на корочках посидишь, как ровный пацан, не отрывая пяточек? Ты издеваешься? Ну а что, тебе эта учеба все равно в жизни не пригодится. Вот я шо, ни разу по профессии не работал. И шо, плохо? Ну, начнем с того, что ты учился только девять классов. Да и с работы тебя уволили за то, что ты инструкцию для станка не смог прочитать. Так что да, плохо. Так, не умничай. Угу. Ну так что, дашь деньги на стулья? Сынок, взять просто так эти пять тысяч и сдать каждый может. Ну так может и мы сдадим. А вот придумай что-нибудь свое, как-нибудь выкрутиться. Вот для этого уже башка и нужна. Началось. Ось, у меня шо, руки зря с того места растут. Сейчас мы все сделаем. Ну вот, сына, легким движением руки наш старый стул превращается в твой новый что? Новый школьный стул. Ну шо, плохо что ли? Хороший, крепкий. Даже отдавать не хочется. А, я лучше пойду маму попрошу. Каждая бедная семья такая. Сына, кушать. Я супчик сварила. Мам, ты что предлагаешь мне есть суп из воды? Ой, точно, совсем забыла. Держи. О, говяжий. Держи. Кайф. Как я люблю. Кайф. 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 Голубь, голубь, стой. Каждая бедная семья такая. Приправка. Друзья, ну вот на этом и все. Если вам понравился ролик, тогда обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще нажмите на колокольчик, чтобы первым смотреть ролики и попадать в рандомные комментарии. Ну и это, если этот ролик за день наберет 30 тысяч лайков, то я сниму вторую часть. А если 50, то я сниму каждую богатую семью такую. А вот рандомные комментарии из прошлого ролика. Если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, в рандомные комментарии, тогда напиши в комментарии, сколько денег тебе нужно на неделю или на один день. Ну и на этом все. Пока-пока. А я буду кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok